Ну что, всем привет! Я, конечно, этого не говорил об этом ранее, но у меня появился новый телефон. А именно вот такой Vivo Y36. Я, конечно, хотел вот этот зелёненький Redmi, но его, к сожалению, тогда не было в магазине. Поэтому пришлось взять этот. Он классный, мощный, сильный и с огромными большими дебильными камерами сзади. Конечно, я бы был не я, если бы я не назвал свою мобилу человеческим именем. И да, моего Vivo теперь зовут Наташа. Почему именно Наташа, спросите вы? Ну, в том магазе на данный момент было трое продавцов. У двоих мужиков я не смог увидеть именно на бейджиках. А вот у третьего, а точнее у третьей, которая стояла на кассе, пробивала сотку, я смог разлететь имя. И да, её звали Наталья, но Наташа звучит круче. Ну, короче, вообще вафочка такая с чёрными волосами. Короче, ну, из-за неё я и пошёл именно в этот магаз, дабы попялиться на неё. Ладно, с покупкой всё. Что по самому телефону. Так вот. На данный момент, кроме сегодняшнего видео, снятого именно с него, я записал ещё две игры. На которые я буду делать, ну, типа обзоры. А именно на Тест Блейдс. А-ля мобильный Скайрим с картофельной графикой. Как я уже понял, вступление я слишком растянул, и поэтому мне следует как можно скорее переходить к основной теме ролика. Сижу я, значит, в школе и думаю, какую бы скачать игру, чтобы позалипать на переменках. И тут меня просто пронзает флэшбэк, и я вспоминаю об великолепной игре, которая мне подарила уйму эмоций и приятных воспоминаний. А именно о Спейшл Форс Групп 2. Скачал, значит, 300 мегабайт со школьного Wi-Fi и захожу играть. И тут во время потной карточки с ботами я начал вспоминать, как классе в 8-9 мой друг часто залипал на шутанчик. И как все пацаны, иногда включая меня, играли по очереди до первой смерти. Да, как я сказал, я не всегда играл, потому что я был нубом в шутанах, и тогда мне они не особо нравились. И, возможно, это даже был ещё и 7 класс, я точно не помню. Ну и это как раз был тот момент, когда я начинал играть в игры разных жанров. Не только, которые мне нравятся. Я вообще такой дурак был в детстве, говорил, что шутеры это плохо, и я никогда не буду в них играть. Боже, как мне стыдно. Но сейчас, как вы знаете, я нормально отношусь к шутерам, проходил кучу читей колды, записывал обзоры на игры про Джеймса Бонды и поигрываю в КС. В 1.6, разумеется. И где-то к концу 8-го, начало 9-го класса я себе скачал этот кулон Counter-Strike и залип. Это, наверное, был мой, как бы мне не было стыдно говорить, самый первый шутер, в который я играл. Ну, да, мне не нравились стрелялки, ладно, и я до сих пор не могу в себя влюбить в GTA. Ну, не получается. В этой же игре было всё. Куча оружий, много карт, разнообразные, но бесполезные персонажи, боты, которых иногда не вхватывает в 1.6, и всё это бесплатно. Ни за что не нужно было платить. Ну, хотя в то время я вообще игры не покупал, всё в тренде скачивал. Это сейчас я стал законопослужным гражданином, покупающей лицензии. Но, всё же, как-никак эта игра оставила большой значимый отпечаток в моей жизни, ведь благодаря ей я и полюбил шутеры, чему я сильно благодарен. Я уже с вами здоровался, ну да и ладно. Всем привет, с вами снова я, ностальгирующий Мошенблёр, и сегодня я приготовил для вас, ну типа обзор игры, Special Force Group 2. Поехали! Для кого же я делаю это видео? В первую очередь именно для тех людей, которые ранее играли в эту игру, и которым интересно посмотреть обзор на неё. Скажем так, вспомнить прошлое, и освежить воспоминания об игре. Ну, а потом, конечно, для подписчиков, и так, для хороших людей, которые шмахнут на видос и нажмут на кнопку подписаться. Что касаемо игры, она начинается с незамысловатого меню, копирующего Counter-Strike. Всё. В настройках можно полностью подогнать игру под себя. Можно настроить количество ботов, сложность, выдаваемое оружие, стартовые деньги, время и многое другое. В игре есть мультиплеер, который, если честно, для меня не представляет никакой ценности. Это просто мультиплеер, в котором вы играете с другими игроками на разных картах в разные доступные режимы. Но признайтесь, не для многих мультиплеер был основа игры. Когда сидишь на задней партии с плохим школьным Wi-Fi, ты играешь исключительно против ботов. А ещё и выставляешь себя одного против всех и считаешь, насколько врагов тебе хватит. Я таким не занимался, конечно, но мой друг, да. Он любитель хардкора. Так вот, из использования интернета вытекает ещё один минус, а именно рекламы. Их много. Как во всех современных играх. Ну ладно, разрабы же должны хоть как-то заработать на игре. Но кроме получения бабла с помощью реклам, они могут взять с вас деньги со скинчиков на оружие. Я никогда не понимал, зачем тратиться на скины оружий. Они же бесполезные и живут исключительно благодаря понтам. Но если хотите скин, то его можно взять на время, просто посмотрев рекламу. Неплохая альтернатива, если честно. Эта игра от сейчасошных современных мобильных шутанов нравится тем, что здесь всё доступно. И тебе не надо ни за что платить. Ща поясню. Фэфэ, шедевр стендофи и пабги нужно тупо дрочить. Ну, скажем так, на сезон пасс, донатить на скинчики, копить алмазы и другие валюты, выполнять квесты, события. Короче, новые игры отнимают много времени на пустые и ненужные действия. И да, я намекаю на то, что всё новые игры говно. А в это уже всё есть, можно спокойно играть и кайфовать. Если что, не обижайтесь на мои слова и не пишите гневные комменты. Это моё мнение, и вам меня не переубедить. По неиспользуемыми мною функциями мы прошлись. Теперь перейдём с вами к моей любимой одиночной игре. Назвавшись сурово и угрожающе, пупсик, я врываюсь в бой. Как вы сейчас видите, карт очень много. Все разбирать, конечно, не будем, но я вам покажу мой топ трёх локаций. На третьем месте у меня расположилась карта Сноутаун. В ней нам предлагают бегать по небольшому заснеженному участку, на котором расположился небольшой город с пальчиками зданий. Карта комплексная, и поэтому сражение начинается чуть ли не с первых двух секунд. На втором месте Тундра, в которой стоят две большие крепости. В одной спавнится наша команда, в другой другая. Вначале нужно вести перестрелку на дальнем расстоянии, а когда врагов станет меньше, то можно вести ближнюю атаку. Ну а на первом месте карта, в которую всегда играл мой друг, когда я видел его с телефона. Это Кассл. Точнее, замок. Одна команда спавнится в замке, а другая за скалой. И наоборот. Карта нереально крутая. И да, скорее всего она и была в КС, я не знаю. Но давайте не будем ее трогать. Мы смотрим на мобилку. Здесь можно подниматься по круговым лестницам, с которых можно стрелять с винтовок. Или просто подойти к краю замка и начать, скажем так, ближний-дальний тир. Короче говоря, полюбил я эту карту именно из-за друга. Скачав сейчас игру, я решил затестить, есть ли там та самая Дедаст 2 из КС 1.6, на которой я и потратил те все 9 наигранных мною часов. Знаю, 9 часов это немного, но все же. Так как мне не нравились тогда пустынные карты, я их скипал. Но тут же мне как раз попалась карта Биг Десерт, которая как раз оказалась той самой Дедаст из КС-очки. И я тупо залип на несколько раундов. И теперь данная карта наравне с замком занимает первое место. По картам все понятно. Что там по героям и оружиям? Персов всего 16. 8 хороших и 8 формально плохих. Я всегда играл за контров, так как не особо интересовали плохиши. Что же до оружия, то его здесь много. Но супнабор, конечно же, классический для такой игры. Автоматы, дробовики, пулемет, пистолет, винтовки, ножи. Кроме такого оружия, есть всякие гранаты и броня. Кстати, мой топ это АК-47. Вальтер П-99, пушечка Бонда, если чё. Катана, М24, АМП-45 и Печенек. Стреляется всё хорошо. И если кто-то хочет, можно даже включить автоприцел. Но вот автострельбу не рекомендую. Режимов тоже немало. И все они весьма разнообразны. Классический самый обычный. В нём нужно за время уничтожить команду противника, желательно сохранив себе жизнь. Воскрешение нас могут воскресить во время игры. И там считается лучший результат отдельного игрока. В ножах и снайпер нам, соответственно, даются только ножи и только снайперки. Захват флага прикольный. Это как игра в знамя, только в виде шутера. Вам нужно украсть флаг у противника и принести себе на базу. Как-то так. В зомби вы сражаетесь против самих зомби, естественно. Можно, кстати, играть из-за самого ходячего, но они мерзкие. В бомбе нужно найти Poco X3 Pro и разминировать его. И самый, наверное, для меня интересный режим, не считая классический, это битва вооружений. Где после двух киллов даётся любое рандомное оружие. Очень разнообразный, дающий вполне полный экспириенс от игры режим. Думаю, сильно что-то говорить о геймплее не следует. Но могу сказать, что в игре можно прыгать, краситься, прицеливаться. Чего нельзя сделать в CS 1, к сожалению. А также можно иногда замедлять время. Когда ты случайно набежал на уйму врагов, которые тебя изрешитят в один момент. Ну, как бы всё. Вот таким вот оказался мой сегодняшний, ну типа, обзор игры Spatial Force Group 2. Если вы уже играли в эту игру, то напишите, как вы с ней познакомились. Какие любите карты, оружие, как играете и всё в этом роде. Очень будет интересно почитать. Но если вы не играли, но решили чекнуть её, то отпишитесь, как вам игра. Понравилась или нет? Кстати, когда я перечислял мобильный дно шутеры, я пропустил колду. Так как я считаю, что она всё-таки не должна быть такой плохой. И поэтому давайте на этом ролике пусть наберётся 80 лайков. Да, я никогда такую сумму не просил, но всё же. И я моментально скачиваю Call of Duty Mobile и делаю на неё, ну типа, обзор. Ну а также напишите в комментах, хотите ролик про старые мобильные игры, скажем так, поностальгировать. Я буду только рад такое сделать видео. Но пока я не узнаю, нужно оно вам или нет, я заброшу идею в дальний ящик. Ну а видео про тесты когда-нибудь выйдут. Так что ждите. Когда, конечно, я пока сам не знаю. Надеюсь, вам понравился мой такой обзор на мобильную CS и вы сделали правильный выбор. А именно, подписались на канал и поставили лайк под видео. Для меня это не просто игра. Для меня это воспоминание той школьной жизни, когда в классе было шумно и было не 4 человека, а чуть ли не 20. Было весело. Ну а сегодня, как всегда, с вами был снова я, Мошенблёр. Я размываюсь, но не прощаюсь.